Коллеги, всем спасибо большое за пресс-конференцию. Ну, хотелось бы задать вопрос. Такой вопрос, адмирал. У меня нет самолета. Вы же человек задаст вопрос. Ну, а что вы, торопитесь-то куда-то. Надо же уважать труд коллег. Еще вопросы? Все, ребят. Степан. Есть вопросы? Видите, брат. Не дают вам задавать вопросы. В следующий раз я применю. Мы лучше умели. Привет. Вратарь ЦСКА Александр Шурченков показал блестящую игру во встрече с адмиралом. А его команда победила 4-1. Вот бы и дали Ивану Федотову до января сил набраться. Сочи берет на просмотр вратаря Никиту Богданова. После ухода из ЦСКА он не смог закрепиться в ладе. А в выходные состоялось много интересных матчей. Главная сенсация поражения Спартака от Кул Луня. Красно-белые не уступили ни в одной из встреч летом. Показывали отличную игру, но сбились в первом же официальном матче. Конечно, там много раз повезло китайцам, а вратарь соперника Смит поймал кураж. Но все-таки не на такой старт рассчитывал клуб. Связан ли это с тем, что ушел Александр Хохлачев, мы пока не знаем. Самая непредсказуемая игра в Нижнекамске. Нефти Химик выигрывал по ходу встречи с Минским Динамо 4-1, но умудрился уступить в овертайме 4-5. Дмитрий Квартальнов порадовал не только игрой, но и своей пресс-конференцией. Это ваш первый официальный матч в Минском Динамо. Какие у вас ощущения? Соскучились по хоккею? Наверное, сейчас все соскучились. Ну, про прошлый сезон, что брать? Ну, отдыхал, конечно, отдыхал. Сейчас уже все как бы, ну, уже был, ну, и, понимаете, я был уже в мае со сборной поработал. Такой, в общем-то, уже идет, сколько уже, наверное, полгода, наверное, когда прошло мае, июнь, там, и уже не закончился, уже поднаедаешься. Ну, нормально, это так. Отметим и характер Амура. В Балашихе в матче против Фитязя хабаровчане пропустили две шайбы, но довольно быстро не только восстановили равновесие, а даже вышли вперед. Отличное впечатление произвел даже не Хохлачев, а Алекс Бродхорст. Он солировал в этот вечер. Разочаровалась и бить. Говорили, что будет какой-то крутой атакующий стиль, но на деле ничего не изменилось. А в ангар дожал соперника на последних минутах. Отметил бы еще матч Лады, первый после возвращения в Лигу, но они уступили трактору 1-2, а Владислав Подъепольский допустил грубейшую решающую ошибку. Стартовал чемпионат МХЛ. Омские ястребы в Нижнем Новгороде обыграли Чайку 3-0, а другая молодежь зажигает в КХЛ. Нижегородский клуб вышел из отпуска позже всех, практически никем не усилился, потерял пару игроков. Плюс ко всему, нижегородцы встречались в основном с командами ВХЛ, причем было много экспериментов. А последние две встречи с Минским Динамо и Адмиралом явно не впечатлили. Но начался сезон, и мы увидели прежняя торпеда. Все вперед, никаких автобусов, а молодежь, окравленная доверием, решают судьбу матча. В первой игре торпеда оказалась сильнее у Локомотива, в Ярославле, а ведь считалось, что Игорь Никитин идет за кубком. Но кажется, что за кубком идут другие команды. В нашем понимании молодые игроки, выходящие на поле, это уже игроки основного состава. Поэтому молодость уходит на второй план, потому что мы не хотим называть этих людей молодыми или лимитчиками. Люди, которые выходят на лед, они полноценные игроки команды. Поэтому понятно, что мы сказали, что да, и сказали ребятам постарше поддержать молодежь, потому что это непростой матч, очень сильная команда, опытная команда, которая славится именно той игрой, которую мы сегодня видели, плотной, насыщенной обороной и в то же время агрессивной атакой. Поэтому здесь мы проходим, скажем, проверку боем, выражаясь таким языком, для молодежи, чтобы они сразу могли включиться в то пекло борьбы против мужчин. Вот вы видели у нас мальчишка Силаев, который 6-го года отыграл, наверное, 20 лишних минут, если не больше, Артамонов. И эти ребята полноценные члены команды, не просто потому, что они там молодые, они попали в состав именно по игре. Шикарный матч состоялся в высшей хоккейной лиге. Омские крылья под руководством дебютанта Владимира Филатова переиграли «Динамо Алтай» 8-5. Если и дальше такие результаты будут, в смысле заброшенных шайб, то я не против. И последний нападающий ЦСКА Михаил Григоренко раскритиковал качество льда на родной арене. Оно, по его мнению, ужасное. Так вот почему Акбарсу проиграли. До свидания. Ну, у нас же есть правильный спортивный директор, наверное, вопрос по финансам это к нему, а не ко мне. Я могу вам ответить по игре. В принципе, уже вопрос по Холачеву отвечали многие, сказали. И агенты его, как бы, всю ситуацию объяснили. Переговоры велись на протяжении всего лета и просто, как бы, не договорились по финансам. И тут уже, что, как бы, он поехал в ту команду, которая удовлетворила его по финансам. Поэтому, я думаю, здесь выгодно для обеих сторон и для нас, в плане того, что мы получили компенсацию денежную, и для самого Александра.